Согласно коррекционному соглашению с Союзом Крестьян и Зеленых, Социал-демократической партии принадлежат три портфеля в будущем правительстве. Их представители должны будут руководить министерствами иностранных дел, юстиции и экономики. На посту главы внешнеполитического ведомства остается нынешний шеф литовской дипломатии Лина Салинкявичус. За правосудие должен будет отвечать Дарьюс Петрощус. Министром экономики должен будет стать молодой мэр Йоновы Миндалгас Синкявичус. Он – сын уходящего министра транспорта Римонта Синкявичуса. После кончины Юра Сапожилы, которого пророчили в будущем возглавить партию, в лагере социал-демократов случился кризис молодых лидеров. Из заметных и уже известных обществу был только Пожила. Доверить управлять Министерством экономики Миндалгасу Синкявичусу означает ничто иное, как подготовка к смене лидера партии, уверены обозреватели. Возможно, что в будущем правительстве, несмотря только на три квоты социал-демократов, будет еще одна представитель партии – уходящая министр финансов Роса Будбригитти. Ее президиум предлагает назначить министром обороны. Это кресло принадлежит крестьянам зеленым. Однако аграрии уже заявили, что отдают это ведомство на откуп президенту Дарьи Грибовскайте, которая теоретически может предложить возглавить Минобороны экономисту Будбригитти. Особенно из-за семимирного роста армейского бюджета и тем более из-за подмочной репутации Минобороны после скандалов с конкурсными закупками.